Как русский хоккей добрался до Европы хоккей-спорт. 0 часов 04 минуты, 30 ноября 2018 года сыграем хоть в Антарктиде, как русский хоккей добрался до Европы. Фото КХЛ. Второй раз в этом сезоне континентальная хоккейная лига, КХЛ, переносит матчи регулярного чемпионата в нерегулярное место. Сначала была Вена, теперь Швейцария, а именно Цюрих. Но мировая столица финансов, видимо, оказалась перегружена хоккеем, поэтому на приезд звезд КХЛ отреагировала прохладно, стадион Халенштадион не был заполнен до отказа. Много или потеряли швейцарцы, об этом в материале ленты. РУ, день первый в 2005-м главную ледовую арену Цюриха, Халенштадион, реконструировали. Строительство велось масштабно, а стоило 147 миллионов местных франков. Дорого, но дешевого здесь нет вообще ничего. Впрочем, получилось симпатично и удобно. Местные тоже оценили, на матче Цюрих Лайонс, середняка чемпионата Швейцарии, ходит тысяч по восемь зрителей, а всего в Цюрихе, крупнейшем городе страны, живет 400 тысяч человек. Конверсии что надо. Спорт здесь вообще важен и нужен. Для швейцарцев, например, велосипед ежедневный способ передвижения, тем более трафик в городе спокойный. Машин не так много, что дает возможность почувствовать свободу и бегунам, их было много как утром, так и вечером. Бегают в шортах, хотя на улице около нуля. На матч, проводившийся на Халенштадион, доехала и добежала около 8 тысяч человек, играли местные львы и Давос, хозяева уступили со счетом 1-5. I see Lions. Собака с Клеонс, 25 ноября 2018 года, 14 часов 46 минут, видимо, хоккей для Цюриха оказалось слишком много, потому что на следующий день, когда на лед вышли питерский Sky и рижская Динамо, на трибунах оказалось чуть более 4 тысяч зрителей. Клубы КХЛ проводили здесь выездной матч регулярного чемпионата. Зачем? Очевидно, для продвижения бренда. И установки связей со швейцарскими коллегами. Цюрих Лайонс, например, рулит Петер Занер. Он же один из тех, кто делает Европейскую хоккейную лигу чемпионов турнир, который, в целом, похож на КХЛ, но пока куда меньше как по числу участников, так и по амбициям. Господин Занер в день матча с КДИНАМО встречался с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко. Не просто пообедать, конечно, пока КХЛ не готова участвовать в европейском турнире, большее, что лига может сделать, привезти некоторые клубы в Европу в качестве гостей. Очень здорово, когда мы имеем возможность поехать в Швейцарию, это очень полезно, такие мероприятия очень важны для популяризации хоккея. Сегодня нам удалось организовать продажу атрибутики, очередь стоит, мы очень рады, что наш хоккей пользуется спросом, это идет на пользу популяризации КХЛ и российского хоккея, сказал перед матчем член совета директоров лиги Роман Ротенберг. Ладно, на гостей в первый день пришло посмотреть не так много людей, но получилось от этого довольно уютное действие. Зрители расселись на центральные трибуны, за воротами никто не маячил, так что хоккеистам мешали только, да только вратарии мешали. Фото КХЛ латвийский хоккей преуспел больше, вот ему и досталось по разу в первых двух периодах. Да так, что дважды ему понадобилась целебная сила льда того, что на площадке. Вот он лежит, а на стадионе играет. I feel good. Совпадение, конечно, Sky и Dynamo показали рабочий хоккей, питерцы выиграли 3-1, а последнюю шайбу забили в пустые ворота на последние секунде. Швейцарцы, основная часть, пошли по домам, а в баре остались допивать пиво десяток другой фанатов. Дацук уверенной поступью направился на выход. В одном лестничном пролете от него стояла пара в шапках-ушанках и майках сборной России. Парень и девушка изрядно подвыпившие. Оба долго не могут понять, что взять автографы у хоккеистов не получится. Фото, КХЛ. И что, нигде больше их не найти? А куда они поехали? А когда вернутся? Как это они приехали на одну игру? Болельщица спрашивала по-детски наивно, очень вежливо, не в пример спутнику, который за минуту общения перешел свой на чувак. Ушли. Так и не узнали, где взять автограф или хотя бы увидеть хоккеистов. Как и не узнают, наверное, что про них написали здесь. День-второй перерыв между матчами составил чуть менее 48 часов. Рижанам нужно было отдохнуть, да и Ци Юриху тоже. Лига не ставила цели собрать полный стадион, никто не собирался претендовать на показатели посещаемости домашних площадок. Но легкое разочарование было, как и надежда на то, что на следующую игру между Динамо и ЦСКА народу придет побольше. В ожидании матча удалось побывать в офисе главного человека в мировом хоккее Рене Фазеля. Дом Международной Федерации Хоккея, International Ice Hockey Federation, находится в Цюрихе, как и штаб Международной Федерации Футбола, FIFA, но если FIFA сидит в здании современной постройки, то International Ice Hockey Federation поселилась в особняке, принадлежавшем фермерам. И выглядит он вот так. Офис International Ice Hockey Federation, вид сбоку фото, Евгений Бакин, богемная обстановочка. Офис International Ice Hockey Federation, вид по центру фото, Евгений Бакин на самом деле, в этом строении сидит сам Фазеля и его ближайшие помощники. Для остального персонала рядом с особняком было отстроено трехэтажное здание со стеклянными стенами. Вокруг садик и скульптуры, внутри скрипящие деревянные полы, напоминающие о скоротечности времени. Офис Фазеля находится на втором этаже, и пока босс в отъезде и ничего не знает, журналистов пустили внутрь. Глава хоккея работает в достаточно скромных условиях, без золотых дверных ручек, только стол у него мраморный. По всему кабинету расставлены подарки, очень много их из России шкатулки, расписные чашки, бутылка с рюмками. А на журнальном столике фотографии с главами государств. Фазель — давний друг России. Функционер поддерживал российский спорт в допинговых разбирательствах накануне Олимпиады 2018. После его офиса был Цурих, который вовсю готовится к Рождеству. В центре уже открылись базары, на них людей больше, чем на улицах. В восемь вечера город почти пуст. Только новогодние иллюминации освещают путь случайным прохожим и туристам. День третий, если бы мне эти города — Вена, где в предыдущий раз проходили выездные игры, и Цурих прим. Ленты, ру какую-то путевку сделали, дней на пять я бы мог и сравнить. А так я здесь проездом и больше нацелен на игру. То, что я вижу из окна автобуса, это очень мало, думаю, этот город достойно отдельного посещения, сказал Дацук после победы над Динамо. Фото КХЛ. Заслуженного хоккеиста можно понять, Ска, в отличие от Риги, приехал меньше, чем на два дня. И увидеть Цурих игроки не имели никакой возможности. Кому-то, когда Цеюку хотелось бы приехать пораньше и прогуляться, привезти семью. А кому-то лампочки звезды на улицах — да лампочки. Для хоккеистов жизни карьера вообще одно большое путешествие. Даже не в философском плане, они просто слишком много ездят, и иногда им гораздо лучше в номере с приставкой, чем с партнерами по команде в очередном музее. В общем, ситуация двоякая. Так вышло, что и рижане, приехавшие раньше и уехавшие позже, все равно жили в режиме отель-стадион-отель. Они были в качестве номинальных хозяев, и провели в Швейцарии два матча. Вторым приехал ЦСКА, армейцы были и в Вене, как и СКА, теперь побывали в Цурихе. «Слушайте, если честно, мы бы хоть в Антарктиде сыграли», — признался президент московского клуба Игорь Есмантович. А в Швейцарии, между тем, на игру пришло четыре с половиной тысячи человек. В основном на КХЛ решили посмотреть, живущие здесь русские либо местные с детьми. По небольшой горстке активных фанатов было за каждыми из ворот человек по 20, не больше. Но арена маленькая, а народу не так уж и много, так что слышно и текучки было хорошо. Больше поводов покричать было у армейских фанатов, уже в первом периоде их команда забила дважды, играя с подавляющим преимуществом. Потом для Риги все стало только хуже, и к финальной сирене счет был уже 5-0 в пользу ЦСКА. Шансов у «Динамо» не было никаких. А после матча начался аукцион вежливости. По очереди сначала глава французской, а потом и немецкой федерации хоккея пригласили КХЛ в гости. Люк Тардив позвал в Париж, сказав, настала пора, чтобы люди вживую узнали, что такое КХЛ. А потом его коллега Франц Райндель заявил, место может быть любым Кёльн, Дюссельдорф или Гамбург, где есть невероятная арена, но нет хоккея последние годы. Дмитрий Чернышенко говорит о том, что нужно работать вместе, хоккей – лучшая игра на земле, давайте продвигать ее вместе. Куда дальше КХЛ? Евгений Бакин из Цюриха.